Могли попасть без визы в Мексику? Без визы в Мексику могут попасть граждане России. Электронная виза заполняется за 5 минут. Я могу ее сделать за минуту. Для граждан СНГ предусмотрена виза. Какая виза, вы можете узнать у Екатерины, либо у других ребят из нашей компании. Они вам подскажут, как можно въехать в Мексику. Дать консультацию по поводу места в Мексику. По какой визе можно въехать, по какой визе въезжать нельзя. То есть такое сейчас уже тоже появилось. Вы будете думать, что с этим въехать можно, Вас там развернут. Как раз отвечая на первый вопрос про Азбекистан. Почему я это переворачиваю, если они едут сами по себе. Так. Были ли у вас случаи, когда из Тихуана офицер отказал и отправлял обратно с вашим кейсом? Таких случаев у нас вообще не было ни разу. Абсолютно ни разу. Это смысл нашей подготовки. Мы готовим больше месяца. Для чего? Так. Писал в WhatsApp Алексей. Алексей не ответил. По поводу Алексея и не ответил. Ребята, опять же вернемся к первому вопросу. У нас огромная плотная запись. И поэтому для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, у нас для этого есть три менеджера. То есть Алексей, Татьяна и я. То есть если вдруг вы до кого-то не дозвонились или не получили ответа, всегда можно написать на другие, по соседние номера и вам ответить в свободное время от консультации. Я думаю, не всем было бы приятно, когда вам дают консультацию, одновременно еще с кем-то разговаривают. Это было бы неправильно. Да, это точно. А ТВ Эврика спрашивает. Здравствуйте, Илья. Как быстро меня отпустят из лагеря. У меня двое детей и жена беременна. Смотрите, значит, когда есть дети, выпускают из лагеря, даже не забирают ни в какой лагерь, беременных. Вот на личном примере у нас девушка двух недель недавности вышла сразу же. То есть беременные и семьи с детьми в эмиграционный лагерь не попадают. Вообще сейчас в эмиграционный лагерь, как вы знаете, в округе Колумбия выиграли суд против генерального прокурора, против директора. Это будет другое видео на нашем канале. То есть сейчас в эмиграционный лагерь люди будут туда попадать, но выходить будут сразу. По поводу работы в Польше мы вам скажем, дадим контакт по Польше. По поводу воссоединения семьи, как привезти семью. Через год тоже хочу. Сархат, готовьтесь, после этого мы вам подскажем, звоните, когда будете готовы. То есть воссоединение, насколько мы знаем по источникам, скоро закроют и останется только... Да, это всегда была проблемная зона. Если у вас грин-карта и нет американского паспорта, считайте, что 5-7 лет будете ждать в очереди, чтобы воссоединиться. Если есть паспорт, ну быстрее, ну 3 года. У тебя программа воссоединения сейчас пытается свернуть, пытается каким-то образом свернуть. Просто розыгрыш грин-карта, он позволял не совсем позитивным людям въезжать в Америку и потом эти не совсем позитивные люди привозили еще больше непозитивных людей, поэтому цепная иммиграция, она скоро будет под запретом и не будет распространяться. Поэтому задумывайтесь заранее об этом. Да, вот так мы сейчас рассмотрели просто за 20 часов комментарии. Будем периодически делать такое видео. Мы сейчас просто в публичном месте. Пришли люди, американцы, они всегда как всегда громкие. Итак, ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и пишите вот сюда. Лично сам буду проверять, лично сам буду отвечать. Всем всего доброго, пока!